добрый вечер мои дорогие друзья сегодня я или расскажу вам еще одну сказку в моей шляпе как раз одна такая завалялась, запылилась и давно пора изъять ее из окромов и преподнести вам что ж если вы готовы слушать тогда раскрываете пошире ваши ушки и посмотрим что же там внутри моей шляпки а вот и моя шляпа смотрите смотрите внимательно кажется кто-то притаился в этой шляпе но кто же это здравствуй дружок здрасте ты один к нам пришел нет не один еще я с ним а это же наши путешественники пылинка и антуан здравствуйте здравствуйте друзья меня зовут пылинка я очень люблю природу люблю луга леса моря а я а меня зовут антуан и я люблю технику я люблю новейшие технологии я люблю научный прогресс и все что с этим связано антуан что но ты ведь не понимаешь что научный прогресс вредит окружающей среде и может быть научный прогресс не может вредить никому он делает нашу планету лучше но ты ведь не знаешь ты не знаешь что все эти заводы они загрязняют окружающую среду они выкидывают отбросы прямо в реки я в это так просто не поверю как же мне тебе доказать уж не знаю уж докажи как-нибудь наверное чтобы это доказать нужно отправиться в будущее но это же невозможно ну как сказать невозможно невозможного не существует когда речь идет про новейшие технологии а это что имеешь ввиду я имею ввиду что пылинка дай на ушко тебе скажу я построил машину времени машина времени машина времени ты что-то кричишь она пока еще не до конца доработана ведь это же не правда это правда это истина что ж если у нас есть машина времени то давай сделаем вот что мы отправимся с тобой в будущее и посмотрим как на окружающую среду влияет ваши научные открытия ну хорошо давай если ты считаешь что то это так нужно конечно это нужно ведь только сейчас у нас есть время чтобы что-то поменять ладно ты готова отправиться в путешествие в будущее а вы готовы ребята полетите с нами это будет весело ну что ж тогда в путь по коням да вот и сама машина машина что за чудо техники какие-то кнопочки самое время прокатиться в будущее пылинка ну что-то удобно там разместилась не знаю против что-то вот так кажется поудобнее а тебе удобно ой нет что-то что-то я заваливаюсь совсем пусть стой 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 не падай а ты уверен что эта машина времени полетит конечно уверен я же сам ее собирал ну ладно сдалось оно тебе это будущее конечно нужно знать что будет в будущем чтобы уже сегодня предпринять правильные меры ох ну что не будем медлить взлетаем до сейчас только нужно нажать верную клавишу так хорошо и что же теперь держись пылинка здесь птицы не поют деревья не растут и только мы плечом плечу врастаем землю тут как же грязно вокруг невозможно жить в такой атмосфере все мои друзья куда-то исчезли я остался один на этой планете погубленный мусором мне невозможно дышать я задыхаюсь кто бы мне помог пылинка что смотри мы прилетели а где это мы мы в будущем в будущем но но ну посмотри в этом будущем не растут деревья да и в этом будущем нету людей ни одного человека что же нам делать что же произошло что давай походим и поищем кого-нибудь может быть все таки кто-то здесь еще живет ох не уверена в такой грязи разве может кто-то жить да уж повсюду мусор и грязная земля пропитанная отходами я же тебе говорила да пойдем посмотрим поищем кого-нибудь да там кто-то есть кто-то шрудит эй выходи а кто вы такие мы я пылинка а я антуан а откуда вы здесь взялись я тут был один все это время мы прилетели к тебе из прошлого из прошлого а да из прошлого а у вас там в прошлом тоже не растут деревья не живут звери нет у нас растут деревья и живут прекрасные звери да о а я тут совсем один остался посмотрите как грязно вокруг люди испортили эту планету и вычерпали все и вычерпали все полезные ресурсы и загрязнили ее пластиком и отходами кажется я последний на этой земле так что же нам делать нужно что-то срочно исправлять такого быть не может но как же ему помочь думайте думайте ребята как мы можем помочь спасти планету и позвольте мне ребята помочь вам я дам вам несколько советов которые помогут вам сохранить вашу планету живой помните первое никогда не бросайте мусор где попало выкидывайте мусор в специальный контейнер а еще для того чтобы спасти нашу планету нам необходимо меньше тратить электричество еще для того чтобы нам спасти нашу планету нам нужно меньше употреблять в пищу продуктов которые сделаны в пластике и вообще как можно меньше использовать в пластик хорошо? я очень надеюсь что мои советы помогут вам сберечь планету и чтобы будущее не стало таким же ужасным как оно сейчас у меня ой я же совсем-совсем забыла перед тем как сесть в машину времени я прихватила с собой кое-что что может пригодится в будущем смотрите вот это оно я никогда никуда не выхожу без саженцев видите это побеги молодого дерева каждый раз когда я выхожу гулять я сажаю дерево чтобы на нашей земле росло больше красивых зеленых деревьев которые дают нам кислород теперь это дерево я ставлю для будущего чтобы оно вновь засияло зелеными красками свежей зелени вот так вот попробуем пересадить в эту землю так хорошо еще немножко прикопаем землей вот отлично что ж антуан мне кажется что теперь мы можем рассчитывать что на этой земле вырастут новые деревья как ты думаешь мы сможем посмотреть прилететь сюда еще один раз чуть попозже хм что ж так и сделаем пока наш новый друг у-у-у-у-у-у-уу-у-у-ууу-уу-уу-уууу у-у-ууууууу 钱 в умпvestiteые Ребята, а вы тоже можете посадить свое личное дерево и смотреть, как год за годом оно будет прорастать новыми веточками. Попробуйте ради меня и ради своего будущего. Ого, Антуан, смотри, смотри, здесь выросло столько зелени. Да, никогда не видел столько зеленого. Антуан, кажется, сработало, сработало. Ура, ура, ура. Да, но как, как это удалось тебе? Помнишь, мы тогда сказали ребятам, чтобы они использовали меньше пластика и сажали деревья? Да, это я помню. Так вот, теперь в будущем это дало свои плоды и вокруг выросли зеленые деревья. Оооо, как здорово, да, получилось, ура. Ой, привет, друзья. Кажется, все получилось и наша планета спасена. Вокруг меня окружает зелень. Вы настоящие герои. Что ж, увидимся в будущем. Пока. Ха-ха-ха. Ой, так я люблю, когда друзья прилетают ко мне в гости. Что ж, давайте споим песенку. Песенку? Можно и песенку, а какую? Про друзей. Вместе весело шагать по просторам. Подпевайте по просторам. По просторам. И, конечно, подпевать. Лучше ворам. Лучше ворам. Лучше ворам. Ха-ха-ха. Оооо. До новых встреч, друзья. Что ж, друзья мои хорошие. Сегодня вы послушали одну очень-очень важную сказку. Надеюсь, это был для вас урок. Запомните все советы, что давали вам наши веселые герои. И обязательно применяйте их на практике. И запомните, ни за что никогда не допускай промашку. Съел шоколадку, покинь бумажку. Всего доброго!